В эфире РБК ОФА. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости к этому часу. Аналитики оценивают первый выпуск облигаций федерального займа успешным, однако народными бумаги пока не стали. Хотя изначально ставилась именно такая задача. По данным региональных финансовых экспертов, партия облигаций, которая разошлась всего за полтора месяца, раскуплена в основном обеспеченными людьми. Впрочем, специалисты прогнозируют, следующие выпуски все же пойдут в народ. Одной из причин назван широкий информационный охват населения о том, что УФЗ обладает достаточно хорошими характеристиками по целому ряду параметров. Так, средняя ставка в 8,5% годовых превышает средний показатель по банковским вкладам физлиц. Сейчас он составляет около 6,5%. В качестве аргументов в пользу облигаций эксперты приводят надежность, а также прогнозируемое и в дальнейшем падение ставок по вкладам. Центральный банк не отказывается от своих задач по снижению ключевой ставки, и их задача это снизить ключевую ставку до 7%, то людям, конечно же, будут интересны любые финансовые инструменты, тем более гарантии государства со ставкой больше 7% годовых. И причем при всем, что доходы от этих ценных бумаг, от государственных облигаций не облагаются налогами дохода физических лиц. Контракт на проведение ремонта участка федеральной трассы М5 с протяженностью 15 километров общей стоимостью 2,5 миллиарда рублей в Башкортостане получил чувашский подрядчик. Компания по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений ДОРИС. Башкирские подрядчики в аукционе не участвовали. Финансирование обеспечивает федеральный бюджет. Транш на текущий год составит 195 миллионов рублей. Основная часть финансирования предусмотрена в 2018 году. Завершиться работы на объекте должны до конца октября того же года. ДОРИС работает на дорожном рынке с 92-го года. Уставной капитал компании более 2,5 миллионов рублей. В 2016 году ДОРИС стал исполнителем шести госконтрактов стоимостью миллиард 100 миллионов рублей. Переходим к информации о курсах валют, установленных Центробанком на четверг. Доллар и евро синхронно подорожали. Курс американской валюты повысился на 12 копейки и оценивается в 57 рублей 3 копейки. Европейская валюта подорожала на 17 копеек 63,94. Лучшие обменные курсы на сегодня. Покупка доллара в БКС-банке за 56,95 с комиссией до 3% за обменную операцию. По продаже в Запсибкомбанке за 57 рублей 23 копейки. Наиболее выгодные предложения по покупке евро также в банке БКС за 63,80. По продаже в Башкомснабанке за 64 рубля ровно. Поступления налогов и прочих платежей в республике по итогам пяти первых месяцев 2017 года выросли более чем на 30% и составили 129 миллиардов рублей. Такие данные приводят в региональном управлении Федеральной налоговой службы. Годовой план налоговых поступлений в Башкортостане исполнен уже на 46%. В налоговой службе замечают, что в ведомстве перешли от тотальных проверок к системе комплексного отбора лиц с наибольшими рисками налоговых нарушений. В результате этих процедур налоговики выявили 2000 таких предприятий. Исключены длительные механизмы выезда на предприятие, длительный финансово-хозяйственный анализ, разбор конкретных регистров бухгалтерского налогового учета на предприятии. Существенная экономия достигается трудовых финансовых ресурсов. В прошлом году мы более активно начали заниматься. Около 13 процентов налогов, то есть самостоятельно уточнили свои обязательства и доплатили налогов, то вот за первый квартал этого года уже около 19 процентов таких явлений было выявлено. На этом у меня пока все. Увидимся в 19.30. Субтитры подогнал «Симон»!